Дальше вопросы? Евгения Секутска спрашивает, а зачем нужно быть лидером? Ведь это всегда на беду. А с течением времени понимаешь, что иногда этого не хочется. И главное, не получается уйти надолго в тень. Не обязательно всем быть лидером. Лидер – это большая часть общества. Если всем быть лидером, работать некому не будет. Лидеры в основном все организуют, помогают другим как-то действовать. Конечно, не обязательно всем быть лидерам. Некоторые люди хотят простой жизни спокойной. Федор из Москвы спрашивает, а как получается, если утром за век, то нужно жить по правилам. Или сохранять внутри первосипедные ценности. Век диктует свои правила. Надо ли им соответствовать или как? У нас не бронзовый век, у нас железный век. У нас есть раздоров, когда люди вообще как бы... Сейчас песенку включу. Про желание развиваться. Это что такое, где музыка? ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 когда уехал, в это время, когда мы купались, туда прилетела ракета, взрывается, что мне видосик послать. Господь заботится, то есть Он четко как бы тебе помогает. Я теперь знаю точно, что ракеты находятся под контролем Бога. То есть они не сами все летают. Господь знает, куда можно их пускать, куда нельзя. Господь все контролирует. Дальше. Вопросы? Спрашивают, а как лидеру не возгордится своими качествами? Никак. Никак. Гордость – это часть жизни человека. Вот как она происходит? Я, допустим, читаю лекцию. Меня все любят, все смотрят на меня с любовью. Я думаю, блин, какой я хороший. Это гордость. Все. Если ты чужую любовь не можешь переварить, служение отдать, то это называется гордость. Ты, допустим, что-то сделал хорошее, не успел подумать, что это по милости Господа все сделано. Это уже гордость. Сразу гордость – это означает, что ты не успел переварить свое благочестие. Ну, что такое гордость? Ты делаешь добрые дела. Ну, только фритурки гордятся чем-то плохим. Все остальные нормальные люди гордятся чем-то хорошим. Вот, допустим, решил перестать есть мясо. Начал есть, питаться без мяса, чувствуешь, какая чистая, светлая жизнь. И смотришь, что-то есть мясо такое – фу. Это гордость. Откуда она разникла? Ты не успел переварить, тебе Бог дал знания в сердце. И ты должен быть Ему благодарен. Когда ты благодарен, ты не будешь никогда никого осуждать там. Ну, гордость означает непереваренная милость. Вот ты что-то получил в жизни и думаешь, что это ты причина всего этого, что ты получил. Это гордость. Непереваренная милость. И она будет обязательно. Обязательно, потому что человек, который что-то делает, получает какой-то успех в жизни. Однозначно, всегда этот успех, часть его, весь успех уйдет в гордость. И он гордость – это и есть энергия проклятия. Это значит, что ты не достоин этого успеха. Ну, Бог нормально к этому относится. Как знаете, у садовников есть такой феномен. Вот деревица вырастает, оно дает первые плоты, они отваливаются, они выстревают. И это нормальное явление, ничего страшного, не надо беспокоиться, потому что не может ни дерево, ни человек сразу переварить успех. Вот приходят плоты какие-то, и человек первый блин комом, блин второй знакомым, третий блин дальней роднее, четвертый мне. Это правильная тактика. Надо всегда, так как я тоже лекции начал читать, я десять лет читал бесплатно. То есть я ездил, залы большие собирал. И я эти все деньги, которые собирались, отдавал в местные духовные структуры, чтобы они там развивались. Что-то и сейчас я стараюсь делать бесплатно. Вот. Надо все равно как бы шить так, чтобы вот эти деньги тебя, и власть, и слава не захватили твое сознание. Надо всегда к этому стремиться. А где грань достоинства, самодостоинства и гордости? Когда знаешь, что ты в чем-то хорошо разбираешься, и уже с гордостью. Но если вы знаете, что вы в чем-то хорошо разбираетесь, то сразу же это гордость. Можно же смиренно сказать. Вот допустим тебе скажут, Олег Геннадьевич, вы в этом хорошо разбираетесь? Я скажу, как еще? Это гордость. Ну просто доверительное отношение. Ну как бы... Ну чтобы внутри знать. Ну как это? Один ученик учителю своему говорит. Это сколько мы добрых дел сделали в жизни, что мы получили вас духовным учителем. Духовный учитель задает вопрос. Какой он учителем? Уупается и говорит, вот лично ты не сходишь. Потому что ты просто по милости стал. И что он гордостью сказал учителю? Ну просто по-доброму ему сказал правду. Само по себе, когда ты говоришь правду, развита гордость. Надо понять, что такую вещь, что очень важно разобраться под лидером, что такое вообще чувство собственного достоинства. Это термин неправильный. Его не существует чувство собственного достоинства. Человек оценивает Бог. Это не мы сами себя оцениваем. Нас Бог оценивает. Он находится прямо в сердце. Если ты правильной дорогой идешь, товарищи, то Бог тебе в сердце говорит, молодец. Ты чувствуешь, что я хороший, но не надо всем это докладывать. Вот ты чувствуешь как-то и все, и нормально Бог тебе подтверждает. А если ты сделал что-то плохое, извинись, скажи, извините, я виноват. Когда человек извинился, он недостойный. Можно я скажу кое-что об этом? Когда я работаю и заканчиваю работу, отойду и смотрю на свою работу. На три секунды, наверное, я смотрю и говорю, вау. А потом сразу забываю это чувство. И все нормально. И дальше идем, да? Да. Ну, то есть, это не чувство, собственно, достоинства. Это наш оценивает Господь изнутри. И мы такие, опа, вау, классно. И все, и дальше живем нормально. И если я даже плохо что-то сделал и говорю, извините, я виноват. Я недостойно чувствую себя в это время или достойно? Достойно. Достойно Господь говорит, молодец. Главное, чтобы ты это понял. Поэтому человек, что бы ни делал, он может чувствовать себя достойно, если Господь им доволен. Вот что бы он ни делал. Господь доволен, у меня в сердце спокойствие. Это называется спокойствие. Я чувствую, что спокойно все, все нормально в сердце. Это значит достойно от жизни. Но некоторые люди думают, они так думают. И это обнушает некоторые психологи современные. Что если ты не делаешь из себя, что-то из себя не делаешь. Допустим, я приехал в Дубай читать семинар для лидеров. Ну как я должен, ну примерно я так думаю. Как я должен примерно себя вести? Ну как я должен? Ну как я должен? Ну надо, чтобы что-то прогибалось. Вот так вот, как-то вот так. Вот. Это, это смешно. Это смешно и выглядит, и смешно. Все это означает, что человек неправильно понимает, что такое чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства, это не твоё чувство. Это чувство, в которое Бога идёт. Но кто такие разумные люди? Разумные люди это люди, которые всегда будут оценивать. Какой хороший ты человек, какой плохой. С неразумными легче. Они не оценивают, они тебе сразу верят и всё. А разумные они смотрят. Я когда, помню, для лидеров начал в Москве лекции читать. Я долго не начинал. Я начал лекции читать для лидеров через 20 лет только. После того, как я начал читать лекции. Я долго не хотел для них читать лекции. Потом меня заставили. Они уже подходили и говорят, ну прочитайте. Я пришёл и смотрю, они все такие меня оценивают. Под таким пристальным взглядом. Там 200 человек всё такие. Но они не оценивают на самом деле, просто они так смотрят. И я смотрю так, не раз встал, они посидели немножко. Я думаю, а что ты паришься? Ну как, ну пусть смотрят, пускай люди оценивают. Ты вот сам себя не оцениваешь? Пусть кто-нибудь оценивает. Я начал читать лекции, слежу за ними, как они реагируют. Мне было интересно. Под пристальным взглядом мы почитали. Потом я привык и нормально. Привык означает понял, как правильно. Понял, как правильно. То есть не надо никому из себя ничего порчить. Даже вот девушки, допустим, которые хотят показаться красивыми, они не такие красивые, как те, которые просто красивые. Но в чем разница? Разница в том, что есть женские качества же божественные. Они дают женщине красоту. А есть то, что ты как бы пытаешься что-то показывать. Или молодые парни из тебя как бы идут. Он, конечно, привлекательный. На него заглядываются девушки. Но есть молодые парни, которые так себя не ведут. И они еще красивее. Но не для всех. Есть понтовая красота, которая только понты привлекает. А есть глубокая красота, которая глубоких людей привлекает. Я вот решил, мне не нужна понтовая красота и понтовый успех мне не нужен. Я хочу иметь дело только с глубокими людьми. И поэтому решил вести себя искренне, спокойно, без пиар-акций. Мне кажется, достоинство, которое нравится Богу, оно такое классное. Оно такое приятное, с ним так хорошо быть вместе. А достоинство, которое ты сам из себя делаешь, это просто мыло. Которое, рано или поздно, все равно смоет вода судьбы. Так, Андрей Зеленоград спрашивает. Вопросы по отношениям с вышестоящим руководством. Это не видится. Мы же для них друг друга. А, ну, в принципе, да. А, ну, в принципе, да. Верно, это надо. Верно, это надо. То есть выражает жутко. Всегда были сомнения, что могу рулить и часто хочется уйти в обычные работники. Как убедиться, что ты на своем месте и просто надо работать над собой? А когда надо уйти с незаслуженно занятого места? Да. Вот как вопрос звучит. Ну, он всегда видит, что это вызов. И этот вызов нужно принимать. Вот, допустим, с тобой не хотят руководство общаться. Ну, значит, ты неправильно с ними общаешься. Надо изменять себя, стараться переделывать. Если руководство в невежестве, ну, значит, место не такое уж хорошее. Просто работай и ищи себе что-то получше. А если ты везде находишь себе место и постоянно с тобой руководство не хочет общаться, значит, ты сам такой. Значит, у тебя есть какие-то проблемы, ты не уважаешь старших, не ведешь себя с ними по-доброму. Ну, есть две позиции жизненные. Есть позиция лидерская, называется пищить и лезть, пищить и лезть. И есть позиция простых людей. Позиция простых людей, если тяжело ухожу, почти позиция лидерская, пищить и лезть. Ну, не могу с начальниками общаться, учусь с начальниками общаться. По башке далее я пытаюсь понять, в чем дело и дальше лезть опять. Это лидерская база. Лидеры всегда лезут, они всегда пытаются продолжать. А простые люди, ну, залез, по башке получил, ой, не хочу ответственность брать. Ну, не хочешь, работай просто нормально. Но не надо себя считать лидером. Лидер это тот, кто пищит и лезет. Он всегда по башке получает, всегда лезет дальше, опять по башке получает. Пока он не научится не получать по башке, потом он там освоился, лезет еще выше, там по башке получает. Опять, как бы, и пока уже ты свое место не займешь, потому что, ну, как бы, если сильно уже по башке получил, ты думаешь, ну, туда я что-то не хочу. Ну, значит, вот это твое место и вот здесь и живи. Вот так примерно. Ну, а если человек никуда лезть не хочет, ну, вот сиди у себя в норке. Нормально. У вас вопросы есть какие-нибудь? Так, да. Можно? Да, да. Володя, всегда есть вопросы. Да, да. Спасибо. Здравствуйте. У меня вопрос. Вы в этот раз не говорили, но ведь ваша лекция помнит, о том, что нанимать людей, которые в тяжелый период не надо. Вот. И вопрос заключается в том, ну, первое, во-первых, можно ли это как-то определить общаясь с человеком, а во-вторых, насколько эффективно использовать инструменты астрологии, ну, при знаниями, формировании, ну, и построении команды. И, опять же, которое касается астрологии, вопрос, насколько периоды влияют на деятельность, на команду, например, астрологии. Садитесь. Ага. Ивлея поймали, начали пить. Говорят, я по паспорту русский. Ну, я не по паспорту, идем. Говорят, астролог. Астрологии. Вот. Ну, то есть, ну, вот тебе и астрология. Ну, то есть, если ты на работу человека берешь, ты можешь астрологию использовать, хиромантию, еще что-нибудь. Но все равно шибешь соционику, да, шпилить, шпилить не берем, шпилиться не берем, путузова берем. Хорошо. Да, это все прикольно. Люди, когда не знают, как отребить человека, они что-то выдумывают. У меня помощник, у меня все время был период, все делал немедленно. И я в святом месте был, и там искал себя помощника, и думал, кто быстро молитву читает, того и возьму. Например, он прям такой, как Вилатов, он бегает, читает молитву очень быстро, и думал, о, классный помощник. Взял его. Короче, молитву быстро читает, но все со мной нет. Метод и получился, да, и сработал. И социологика то же самое. Надо просто по фейс смотреть, надо не по паспорту, а смотреть по лицу человека. Кто перед тобой стоит, поговорим с человеком, пытаясь его понять. Есть первое впечатление, никогда не бери человека на сразу, на любовь и навсегда. Ну, дай испытательный срок. Первое, чем определяется человек, это разговором, а второе, он определяется. И каким разговором? Чем добрее и благостнее ты будешь с ним себя вести, тем лучше он скроется. Самое важное, чтобы он расслабился и просто вот, как бы, чтобы остатку понесло. И вот куда его понесет, там дальше, и ты все увидишь. Можешь даже его похвалить, сказать, блин, какой человек нам достался, мы давно вас такого ждали. Ну, он такой, ха-ха-ха, я спаял такой, есть, и гораздо просто вы меня поняли. Вот, ну, значит все понятно уже, можно не продолжать. Или, допустим, ты предлагаешь ему деятельность какую-то, ты говоришь ему, вот у нас есть такая должность, как вы к ней вообще сможете справиться с как, нет? И есть три варианта ответа. Первый вариант. Да блин, да это вообще для меня. А ты вообще работал на этой должности? Да я не работал, но я ее знаю. Все, первый вариант. Это значит, что надо подарить весь мир сразу просто. Человек вообще не вменяем. Второй вариант ответа. Человек говорит, ну, скорее всего, справлюсь, надо попробовать. Это значит, что человек в целом будет справляться, но не очень. И третий вариант ответа. Человек думает, мне надо все поизучать, я уже это делал, там есть особенности, сложности, но я постараюсь справиться, оправдать вашу надежду. И если человек такой вариант ответа дает, то это самый лучший вариант, хоть он напрягает этот вариант ответа, он напрягает, кажется, ну, блин, в чем он в себе сомневается. А он просто очень хорошо понимает объем работы, особенно должность, если ответственная, то человек должен напрячься, он должен взвесить свои возможности. И это значит, что этот человек адекватный, с ним можно работать. Тот, который сказал, постараюсь, ну, не знаю, это значит, что у него нет опыта, он будет косячить в первую очередь, но, скорее всего, сможет. Есть еще четвертый вариант ответа, когда человек говорит, я не знаю. Такого вообще тоже надо сразу, до свидания, потому что он не заинтересован вообще, он как бы в прострации находится. Поэтому беседа все решает, беседа, простая беседа. И потом испытательный срок, следи за человеком, не подпускай к себе близко. В беседе можно проявить психологические приемы. Можно, допустим, сказать, мы так вас ждали. И если человек, допустим, нормальный, он такой удивится, скажет, почему вы так меня еще не знаете, почему вы так говорите, что мы вас ждали. То есть это признак разума, человек так начнет разговаривать, если он такой хитрый, такой посмотрит, да, вы меня ждали, очень неинтересно. Тогда надо тоже расставаться, это значит, что он замуток, как бы, и будет вам мозги приносить. Вот если человека хвалишь, сразу очень много что узнаешь. А в целом, как бы, как принимать людей на работу и как их распознать, можно послушать песню о том, как скрываются все качества людей. Какие действия, при каких действиях качества людей скрываются. Древняя детская песенка, которую мы сейчас послушаем, и вам все будет понятно. Три действия, которые скрывают людей, есть силы. И можно качество человека через эти три действия скрывать. Можно человеку сказать, мы вас так ждали, вы такой классный. И что, человек, ну немножечко, чуть-чуть ему как-то вообще на уши нарежет. Если он глупый человек, то он целый, а если нет, то он поулупается, скажет, что вы шутник. Вот и все. Вот три метода. Запомнили они? Первый какой? Спросить его паспорт. Я бы и похвалить. Первый похвалить. Результаты похвалить. Второй пообещать. Спросить, сколько хочет зарабатывать. Сколько хочет зарабатывать. И третий сказать, что он красавчик. Можно так, да. И повзорить весь мир. И это будет очень хороший урок для этого человека. Он потом будет думать, как себя вести, и что говорить. Ну а в целом, как бы, вы же не скрываете, что вы человека испытываете сейчас. И самое лучшее испытание, это испытание на вот этих вот сильных вещах. Деньги – это жадность. Власть – это амбиции. И слава – это прославление человека. Слава – амбиции. Это показать ему, что он очень нужен. И деньги – это на деньги ему сказать сколько. То есть, три силы, которые мучают людей. Деньги, власть и слава. И надо проверить, насколько человек мучается от этих вещей. И если он сильно мучается, значит, этот человек неуспешный. Он зависимый от своих вот этих желаний. И будет мучить вас этими желаниями. Вот на что он, на какой крючок подпадался, тем он вас и будет мучить. Если поддался на деньги, значит, будет постоянно хлянчить деньги. Если поддался на власть, значит, будет политикой заниматься. Будет постоянно против вас там рыть эти траншеи. И это как-то... Мультик такой был, я не знаю, вы помните или нет. Такая птица высокая, большая, сидит на проводе. И много маленьких. И они, короче, сидят, сидят и такие. Начали большую птицу. На нее что-то жужжать, короче. И подкрадываться, подкрадываться в ней. И в ноги начали ее клевать, за ноги. Клевали, клевали, а она раз, перевернулась, и вот так вот, короче, висит. И они ее добивают, добивают. И она, короче, отпала. И так как она натягивала эту стрелу, короче, и они все, короче, попадали, бестели в уши. Я вот, 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 вот. Заклевали, короче. Это власть. Желание власти вырождает политику, вот эти вот все сплетни. Слава, слава, очень легко как бы человеку похвалить надо. Деньги пообещать. И не платить, да. Власть просто, ну, посвятиться человеку. И все, и посмотреть, на что реактивно. Если он ни на что не реактивно, хороший человек, надо так. А если я среагировал, думайте, насколько сильно реактивно, потому что только глупость. Глупость это, когда человек сам не замечает, насколько он не контролирует себя. Это уже, значит, уже беспредел, глупость. Поэтому гороскопы, я не против гороскопов. Они больше, знаете, что показывают. Они больше показывают, не брать или не брать. Куда брать? Потому что гороскоп может, если хороший астролог, он может человека показать, где он будет эффективен, где успех. И тоже хороший период у него и плохой идет. Это надо, ну, знаете, есть люди, которых ты берешь просто на работу, а есть которых ты берешь на какую-то серьезную должность, от которых все, весь твой бизнес зависит. Тогда, конечно, надо смотреть гороскоп. Потому что, если человек входит в плохой период, длительный, то у тебя весь бизнес из него будет слетит. И поэтому ты, как бы, думаешь, надо тебе это или нет. Бывают такие люди хорошие, что ты готов даже потерпеть, подождать ради него. Но это бывает очень редко. В основном, ну, можно влететь, да. Но гороскоп не скажет, как человек будет работать. Потому что работать, это свобода выбора, это не гороскоп. Бывает, у человека гороскоп нулевой, а он работает хорошо, потому что он прошел очень большой путь жизненный. И он уже побеждает свой гороскоп, таких людей вот так вот. А есть люди, вот гороскоп прекрасный, там планеты все просто круто стоят, он работать не хочет, потому что ему в жизни звезды мусорные, он расслабился. Поэтому гороскоп ни о чем не говорит с точки зрения, будет работать или нет. Нет только опыт с нашим трудным. Спасибо. Дальше вопросы? Спасибо. Спасибо.